друзья приветствую роман из петербурга передал образцы масла petro canada supreme синтетик 030 у масла последние допуски sp lsac gf6a вот описание автомобиля это mitsubishi pajero трехлитровый бензиновый мотор значит пробег чуть более 100 5000 пробег на масле 7500 так две баночки свежая отработка сейчас вскрою подпишу и приступаю к созданию эталона данное масло не проверял поэтому создам эталона уже потом проверю отработку так закладываю пару капель сейчас посмотрим спектрограмму что намерит прибор вот видите некоторые допуски из описания значит такая спектрограмма истеров тут вообще не видно никаких но нулевка по идее должно быть как что-то такое типа пау здесь есть вроде как салицилата но тоже их немного так далее выбираю это масло так вот петра канады уже пять образцов создана у меня пункты по которым будет анализироваться масло здесь лимиты и смотрите противоизносных присадок 82 процента неплохой уровень для этих допусков кислот на 154 достаточно низкая но видите стеров нету такого нету поэтому и кислотная достаточно низкая и 6 и 8 щелочное сам производитель заявляет по моему 7 вот но здесь даже с учетом разницы гостов должно быть больше чем заявляет производитель все сохраняю и можно приступать проверки отработки автомобиль описание нашел что 4 и 7 литра объем масла сервисный для замены чип тюнинг сделан очень важно будет значит этот момент обратите внимание и использовалась с мая по ноябрь топлива роснефть 92 и также используется очиститель инжектора хайгир в описании тоже укажу какой именно все заканчивает прибор давайте посмотрим противоизносных присадок отличный уровень 78 процентов гликоля нет смотрите какое высокое нитрование тут такое впечатление что очень богатая смесь возможно это чип тюнинг атмосферные моторы чиповать такое не знаю достаточно сомнительное мероприятие но только если экологию снимать так окисление нормально сажа в принципе тоже неплохо две сотых процента всего кислотное закислено масло но если не трава не вот такое высокое то и масло будет закислено и естественно так прилично выросла кислотное естественно щелочное прибило сильно до воды меньше чем свежим да есть очевидно есть проблема очень высокий уровень оксидов азота сейчас посмотрим что произошло с вязкостью значит роман указывает среднюю скорость 29 30 километров в час но я моточасы посчитал по 29 с половиной среднее значение взял и эксплуатация 50 на 50 город трасса то есть здесь есть и трассы и город примерно в равном соотношении смотрите 49 процентов разжижения достаточно сильное разжижение опять же это может говорить о том что это чип значит заливает просто такое впечатление что тупо накрутили топливо сюда откуда воздух взять даже не турбомотор да не забывайте отметить видео подписывайтесь нажимайте колокольчик чтобы не пропустить уведомления сейчас покажу вам прогноз ресурса ну и потом может быть продолжу про возможные проблемы так смотрите получилось значит 7500 проехала масло по средней скорости примерно это 254 моточаса и вот смотрите какой ресурс не трава не видно 241 час то есть мотор явно не не в норме работает и масло с последними допусками из-за этого и достаточно быстро прибилось 172 моточаса и более 5000 километров по по километражу то есть здесь очевидные есть проблемы как минимум я вижу две причины того что масло отработала настолько слабо первое это чип тюнинг явно в этом варианте явно забогаченная смесь потому что расхода масла нет не знаю в каком состоянии фильтр но здесь явно видно что и разжижено сильным масло с учетом там 50 процентов трассы и значит не трава не очень высокая значит я списывался недавно с владельцем он подтвердил что сейчас вроде как откатится он обратно от этого чипа и уже следующий образец праве проверим тоже и надеюсь это прояснит картину общую ну и второе конечно могла повлиять промывка инжектора хайгир вот это однозначно на спектр масла если она попала в топливо то она могла повлиять на на показатели как то вот так такой такой тест получился благодарю романа за предоставленные образцы за поддержку канала к сожалению он смазан некоторыми факторами но тем не менее для понимания владельцу есть информация вот благодарю всех кто посмотрел данные видео желаю всем удачи здоровья берегите себя и близких всем мира всех с наступающим всем здоровья счастья удачи увидимся в следующих видео пока